ЧЕРКЕССКАЯ Здравствуйте! В студии с информационным выпуском Рита Нерова коротко о некоторых темах. Региональное отделение ОНФ запустило сбор для поддержки наших военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Жители республики могут выбрать малочисленные населенные пункты Карачао-Чикеси для подключения к сети интернет в следующем году. В Архизе проходит молодежный форум «Межкультурный диалог», приуроченный вековому юбилею трех республик Карачао-Чикеси, Кабардино-Балкарии и Адыгеи. И меры профилактики правонарушений несовершеннолетних обсудили в школах республиканской столицы. Далее подробности. Глава Карачао-Чикеси Рашид Тимреза в режиме видеоконференц-связи принял участие в заседании рабочей группы Госсовета, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин. В рамках реализации указа президента страны от 19 октября этого года рабочая группа по направлению государственное и муниципальное управление создана с целью координации работы регионов в зависимости от различных уровней реагирования и взаимодействия субъекта федерации с федеральными органами власти. Руководитель региона Рашид Тимрезов провел совещание по вопросу текущего исполнения республиканского бюджета. Отмечено, что органы государственной власти выполняют все свои расходные социальные обязательства, предусмотренные бюджетом Карачао-Чикеси. Заработная плата, выплата социальных пособий, реализация других мер поддержки различным категориям граждан, финансирование идет своевременно, отметил руководитель субъекта. Кроме того, в плановом порядке ведется реализация государственных программ и приоритетных национальных проектов. Участники мероприятия также обсудили ход работы по формированию проекта республиканского бюджета на следующий год и трехлетнюю перспективу. Как и прежде, бюджет Карачао-Чикеси сохранит свою социальную ориентированность. По поручению главы региона Рашида Тимрезова, республика продолжает оказывать дополнительную помощь военнослужащим, мобилизованным от Карачао-Чикеси. Так, после обращения военного комиссариата в региональное отделение партии «Единая Россия» в пункт временного пребывания призывников были направлены две микроволновые печи и два кулера. Помощь была оказана депутатам Государственной думы от Карачао-Чикеси Джошарбеком Узденовым. Информацию комментирует руководитель регионального исполнительного комитета Карачао-Чикесского отделения партии «Единая Россия» Руслан Джамбаев. Региональное отделение с момента начала специальной военной операции ведет работу по оказанию помощи и жителям Донбасса, и в частности нашим военнослужащим. Сейчас весь упор работы регионального отделения сформирован в рамках работы оперативного штаба, который создан по решению главы республики Рашида Тимрезова. И в рамках работы оперативного штаба региональное отделение сейчас ведет работу по оказанию помощи и самим мобилизованным, и семьям мобилизованных, которые сегодня находятся в такой сложной жизненной ситуации, в решении каких-то вопросов, которые касаются их семей. Эта работа и дальше будет вести семенал, исходя из тех потребностей, которые будут и у наших мобилизованных, и у их семей, которые находятся здесь. Общественно-народный фронт Карачао-Чикеси запустил региональный сбор для поддержки бойцов специальной военной операции. По словам руководителя регионального ОНФ Людмилы Капушевой, теперь перевести денежные средства для приобретения необходимых вещей нашим военнослужащим стало гораздо проще, благодаря уникальному QR-коду. Кроме того, здесь же продолжает работу пункт сбора гуманитарной помощи. Для участия в проекте можно обратиться по Ленина-34 республиканской столицы. Штаб сбора гуманитарной помощи для военнослужащих, организованный в Зеленчукском районе, существует необходимость в консервах, тушенках, супах быстрого приготовления, воде, батарейках, теплых носках, перчатках, белье и термобелье, а также влажных салфетках, перевязочных материалах, газовых горелках, оболончиках и многом другом. На днях очередной груз с гуманитарной помощью отправлен из нашего региона в Донецк. Его инициатор – председатель комиссии по содействию духовно-нравственному и патриотическому воспитанию граждан Общественного совета при МВД по республике Марат Узденов. Вместе с товарищами он собрал порядка 3,5 тонн различных товаров и лично отвез в один из прифронтовых городов. Груз жизненно необходим. Наши люди откликаются, сами звонят, сами прилагают. У меня есть это, у меня есть то, давай привезем. Я хотел бы в пользу случаем поблагодарить Азрета Узденова, Баты Ивальдара с его племянниками, братьев Айбазовых, Ахмата Асачкхена, который дал две тысячи пар носков теплых именно нашим военнослужащим, чтобы я отвез и к заводу «Бабуген», который постоянно дает возможность нам отправлять туда воду. Очень много воды мы уже отправили на территорию ДНР, ЛНР. Совет Федерации одобрил закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам для мобилизованных добровольцев и контрактников, участвующих в специальной военной операции. Право на кредитные каникулы появится также у членов семей мобилизованных, включая супругов и лиц, которые находятся у них на еждивении. Каникулы будут распространяться на кредиты, взятые до призыва. Подробности у начальника отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесии Залины Шевхужевой. Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской республике сообщает, что исполнительные производства в отношении мобилизованных могут быть приостановлены. В соответствии с частью 2 статьи 40, если должник является участником боевых действий или признан по призыву в ряды вооруженных сил Российской Федерации, то исполнительные производства могут быть приостановлены полностью либо частично. Заявление о приостановлении исполнительного производства можно будет подать в пунктах военного комиссариата. Более того, близкий родственник может подать данное заявление при наличии своего паспорта, удостоверяющего личность в любом структурном подразделении. И это заявление судебным приставом исполнительным рассматривается в течение суток и принимается решение о приостановлении исполнительного производства полностью либо частично. И хотелось бы отметить, что приостановление исполнительного производства относится ко всем категориям исполнительных производств. Суд в Карачаево-Черкесе признал жителя города Саров в Нижегородской области виновным в оказании небезопасных услуг, из-за которых при сплаве по горной реке погибла туристка, сообщила старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесе Евгения Перфильева. Собранные Зеленчукским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя города Саров в Нижегородской области. Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть женщины. Следствием и судом установлено, что 6 мая 2021 года обвиняемый, не выполнив требования законодательства по обеспечению безопасности, организовал сплав на надувной лодке «Рафте» по реке Большой Зеленчук группе туристов из города Саров из 11 человек. В результате преступного отношения мужчины к возможным последствиям своих противоправных действий в ходе сплава произошло столкновение лодки с наклонившимся со стороны берега деревом, которым зажал «Рафт» между ним и поверхностью воды, что привело к смерти женщины, наступившей от утопления. В целях установления истины по уголовному делу следователям получено заключение необходимых экспертиз, допрошены все лица, участвовавшие в сплаве, и иные свидетели, получены сведения о состоянии реки и погодных условиях, а также проведены иные следственные процессуальные действия, изобличающие мужчину в совершении указанного преступления. Суд, оценив собранные по уголовному делу доказательства, назначил подсудимого наказания в виде трех лет лишения свободы условно. Еще для трех тысяч жителей Карачао-Чекеси благодаря участию в президентской программе до газификации бесплатно провели газовые коммуникации до земельного участка, рассказывает советник исполнительного директора по связям с общественностью и СМИ акционерного общества «Газпром газораспределения Черкесск» Наталья Солянкина. На сегодняшний день компанией «Газпром газораспределения Черкесск» принято 3150 заявок на догазификацию. Из них по 2800 заявок заключены договоры, и 731 абонент фактически получает газ по данной программе. Наиболее активными направлениями в данном случае являются Зеленчукский район, Рубский район и город Черкесск. Жители Карачао-Чекеси могут выбрать малочисленные населенные пункты республики с численностью от 100 до 500 человек для подключения к сети интернет в следующем году. Авторизованные пользователи с подтвержденной учетной записью могут проголосовать до 12 ноября на портале госуслуги.ру и нет. Проголосовать также можно, отправив индивидуальное или коллегиальное заявление Почтой России в Министерство цифрового развития, связей и массовых коммуникаций России в Москву до 26 ноября. Голосовать можно только один раз за один населенный пункт. Повторные голоса учитываться не будут. В случае, если заявление, направленное Почтой России, содержит более одного населенного пункта, будет учтен только первый из перечисленных населенных пунктов. Гражданин России, 18 лет и старше, может проголосовать за выбор населенного пункта, но только в том регионе, где человек постоянно зарегистрирован. По данным Министерства цифрового развития Грача и Черкесии, по итогам голосования в 2021 году для подключения к сети интернет были определены два населенных пункта Прикубанского района. Меры профилактики правонарушений несовершеннолетних обсудили в школах Черкеска. Приглашенные эксперты, педагоги и родители обсудили вопросы, касающиеся профилактики вовлечения учащихся в различные субкультуры, роста преступности среди несовершеннолетних и в их отношении, роли родителей и педагога в защите детей от травли, буллинга, а также вовлечения школьников в группы риска, в различные формы досуга. Эксперты акцентировали внимание родителей на том, что их роль в воспитании детей первостепенна. Взрослым очень важно уметь анализировать, различать изменения в поведении своих чад, выстраивать отношения на основе доверия, а при необходимости обращаться за помощью к специалистам. Кинотеатр Чарли начал продажу билетов на первый в истории художественный фильм на абазинском языке «Три брата». Он будет демонстрироваться три дня – 4 и 6 ноября на абазинском языке, 5 ноября на русском. Начало сеансов в 14 и 19 часов. Приобрести билеты можно в кассах и на официальном сайте кинотеатра Чарли. Напомним, фильм «Три брата» снят по мотивам сказки Татлуцтана Табулова, как «Три брата князя обманули» в рамках программы организации Алашара. Автор сценария, режиссер, постановщик и главный оператор Аслан Апсов дополнил сказочные произведения различными эпизодами, наполнил его духом народа, дав возможность почувствовать, чем жили и как жили абазины в незапамятные времена. В Архизе проходит молодежный форум «Межкультурный диалог», приуроченный к вековому юбилею трех республик – Карачао-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Порядка ста молодых людей обсуждают вопрос развития межкультурного диалога в трансформирующемся мире, профилактики экстремизма в молодежной среде, сохранение этнокультурного и языкового разнообразия региона. Спикерами и экспертами форума выступят преподаватели ведущих российских федеральных и региональных вузов, представителей органов власти, духовенства и общественности. В рамках четырехдневного мероприятия будут организованы выставки тематических проектов, пленарные заседания, круглые столы и лекции, тренинги и мастер-классы. Федеральный кубок по бизнес-боям ждет команды школьников из Карачаева-Черкесии. На третьем всероссийском чемпионате по финансовой грамотности и предпринимательству новое масштабное событие с 14 по 25 ноября впервые в России пройдет федеральный школьный кубок по бизнес-боям. Это дистанционное соревнование команд по публичной защите управленческого решения бизнес-кейса и публичной экспертизе управленческого решения соперниками, то есть проведение устного обмена высказываниями представителей двух противоборствующих команд с целью достижения победы над соперником. За победу и очки в общем рейтинге всероссийского чемпионата будут состязаться учащиеся 6-11 классов. Все подробности можно узнать на сайте чемпионата. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода По данным оригинальных синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла. В горах местами плюс 7-12, в Черкесске без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, а столбик террометра поднимется до отметки плюс 18. Таковы некоторые события республики. Новостной блок Провела Рида Нерова.